Вопрос такой, так как у нас в основе технологический канал, а мы, как экономист, должны понимать, что дальнейший путь процветания зависит от роста производительности труда. А почему у нас низкая принадлежность труда? Потому что внедряются новые технологии и ничего подобного. Что хотите сказать, что наш рабочий, который копает, он копает с интенсивностью в два раза меньше, чем какой-нибудь рабочий. Ну, факторов много. Объясняю. На самом деле, ответ известен уже давным-давно-давно. У меня на книжной полке стояла книжка какого-то директора, по-моему, 59-го года книжка, у которого Никита Сергеевич еще в году 57-58 послал на стажировку в 7-м штат Америки. Потом он был замминистрем. И этот директор написал книжку, в которой все объяснил. Значит, фокус вот в чем. Производительность труда определяется уровнем разделения труда, в первую очередь. Конечно. В СССР система разделения труда была создана в 30-е годы, в том числе американскими специалистами. Там 2 миллиона человек у нас работало. Общей сложности американцев. И даже здания завода управления были выстроены, исходя из логики вот этой управленческой штуки. И эти заводы у нас на самом деле работали, и они частично работают до сих пор. А в Соединенных Штатах Америки в 50-е годы, после Второй мировой войны, произошел следующий скачок углубления разделения труда, который состоял в том, что они, все цеха, у нас же как, да, сборочный цех, заводы управления, сборочный цех, значит, инструментальный цех, гальмонический цех. Ну, да я понимаю, да, все собраны под одной крючей. Они это все сделали частными конторами. В результате получилось следующее, что с 20 заводов, расположенных в неком регионе, у них было там 15 гальмонических цехов, из них осталось 3, но зато у них количество заказов выросло у каждого в 5 раз. Соответственно, они могут там заниматься, финансировать науку, разработку, и появляется отдельная такая гальмоническая область, на которой этим серьезно, а у нас этим занимались отраслевые институты, гальмоника. И если они даже что-то изобрели, тип непрерывного развития, они еще должны заводе это внедрить. А там это происходило автоматически, потому что это конкуренция между разными гальмоническими. Вот, такого, вся проблема, а у нас была главная задача обеспечить занятуюсь, да, там и все остальное. В результате у нас система разделения труда осталась, как в США, в 30-е годы. Мы чуть-чуть подошли в 80-е годы к следующему рывку, но вместо этого, значит, пришелся 91-й год, и США сделали еще один скачок, связанный с информационной технологией. А мы, наоборот, отошли назад. Мы сейчас в 30-х годах. Поэтому мы не можем их догнать по производительности труда, да. У нас люди работают ничуть не хуже, но сама система управления устроена так, что мы на этом очень сильно проигрываем. То есть, если мы поменимся в управлении, то мы... Для этого нам нужно увеличивать очень сильно общее количество, нужно увеличивать ВВП. То есть, грубо говоря, для того, чтобы нам обеспечить возврат обратно в 80-е годы, когда мы проиграли экономически, нам нужно, по крайней мере, 500 миллионов человек. Ну, климатический факт. Климатический, давайте, как бы, у каждого свое. Да, в Соединенных Штатах Америки летом на то, чтобы устроить, значит, прохладный воздух, тратятся энергии не меньше, чем у нас зимой на обогревом. Они не могут себе позволить, потому что, если у вас работают люди с той интенсивностью, с которой они работают, то в этом случае они не могут работать при 40 градусах жара. Они просто не могут. Вот, поэтому я не буду сейчас врезать. Этот фактор, безусловно, имеет место, его, безусловно, надо учитывать. Но дело не в этом, а дело в том, что нужно же понимать, в какой сегодня ситуации находится Соединенные Штаты Америки. Мы рванули назад, в 90-е годы. Соединенные Штаты Америки пока не рванули, но у них весь рост с 81-го года связан не с углублением разделения труда, естественным, а с эмиссией доллара и ростом долгов. Так а куда им уже дальше? Они уже вообще все производят. Средняя заработная плата в Средни Штаты Америки находится на уровне 1958-го года. То есть, иными словами, когда у них наконец начнется этот бенц по регуляции финансии пузырей, то они свалятся назад даже не в 50-е годы, потому что там у них будут падать доходы, падать расходы, падать доходы. Это в среднем. Точка равновесия у них где-то на уровне 20-х годов. Это значит депрессия. Депрессия без ровных пунктов. Я говорю о другом, я говорю о уровне разделения труда. Технологии, они вернутся к технологиям в 20-м году. А вдруг они изобретут что-то новое, которое даст им возможность продвинуться в период. У них тоже не стоит на месте. Да, а вдруг подлетят инопланетяне и раздадут всем тренинг. Это примерно... Это же политическая технология. Может они тоже объявят, скажут, ну сейчас... Что значит политические? Это чистая экономика. Если у вас уровень спроса соответствует 20-м годам, то у вас и уровень технологий должен соответствовать. Потому что у людей хватает денег на еду и на штаны. И может быть на лесопед. Хотя это вопрос. Не у всех семей на лесопед хватит. Но ведь то, что вы сейчас говорите, это проблема в чем состоит? В том, что останавливается финансовый оборот, потому что производство не может, не имеет спроса, и оно не может двигаться, расширить... Совершенно верно. А людей нужно занять, а их занять нечем, потому что все делают машины. Нет, они будут занять. Они не будут делать машины. В том-то еще и дело. Вы поймите, что у вас не могут быть роботизированные производства в технологиях 20-х годов. Это невозможно. Так следствие этого заключается в том, что людям делать нечего, им нужно работать. Значит, им надо работать, а роботы остановятся. Копать будут. Роботы остановятся сами. Ну, конечно, им не будет работать. Тоже, конечно. Просто то, что они произведут, нельзя будет продать. Ну, ничего. Я, кстати, обращаю ваше внимание. Я вот, когда учился в школе, в 70-х годах, то я читал такой журнал «Техника молодежи». Говорят, он даже сейчас еще существует. Существует «Техника молодежи». Ну, неважно. Я читал журнал «Техника молодежи». И там шла линия такая вот, просто четко совершила. Ну, во-первых, это все было. В телевизоре были передачи, когда обсуждали разные инженеры, самодельные машины, которые сочиняли. Я помню. Мне страшно нравилось это. Вот эти макетки. Нет, настоящие. А, настоящие, да. Вот. Так вот, весь фокус состоит вот в чем. Там вполне всерьез обсуждалось тема, что скоро будут роботизированы лидерами были три страны в мире. США, СССР и Япония. И почему-то это умерло все. Вопрос, почему? Ответ очень простой. Потому что с китайцами никто соревноваться не может. То есть, какой смысл строить роботизированные линии, в которых, соответственно, нужно вкладывать бешеные деньги на момент их создания? И непонятно, отобьются они или нет. Вы поймите, нужно создавать институты, где учат людей. Потом нужно создавать конструкторские бюро, которые из этих людей, значит, которые эти люди там все это дело сочиняют. Да, конечно, стало сильно легче, например, в том смысле, что теперь не нужно на каждом конструкторе пять чертежных, потому что все это есть в компьютере. Это легче. Да, соответственно, еще легче, потому что конструкторы низкой квалификации не нужны, потому что это все можно автоматически в какой-нибудь компьютерной программе сделать. Но я прошу прощения, откуда появятся конструкторы высокой категории, если нет, низкой. То есть, у вас должен быть механизм, по которому вы ищете одного человека, из которого вы должны воспитать конструктора высокой категории. И начинаете его, соответственно, воспитывать. А дальше он неожиданно 24 года, когда все, вывнул уже вложенный тысяч, достал мне все это. Я лучше пойду играть на гитаре. И люди меня больше любят, и зарплату больше. Те говорят, а ты вот тут подписал контракт, что мы тебе платим большую зарплату, и ты должен отработать 30 лет. Мне вам объяснялось, что радужный труд не может быть эффективным. Он начинает вас ненавидеть. Как только вы, соответственно, видите, что у вас падает спрос, у вас сразу же все сложные конструкции умирают. Ну, как сейчас на Западе работают? Они же уже этого не могут делать. Они у нас покупают. Они берут у нас людей, которые готовят, платят им бешеных денег, говорят, ребята, приезжайте к нам. Ну, идиоты приезжают. Идиоты, потому что если им 25, то их выжмут, и через 5 лет выйдут. По объективам. Ну, собственно, наши, так все наши космические эксперты, да, уже несколько годов туда позвали. Кстати, аналогичная ситуация. Да, мы не можем восстановить сейчас очень многие авиационные производства, потому что лучших людей перекупили Airbus и Boeing. Они говорят, а что это? У нас тут вилла, там, туда-сюда, спокойствие. Давайте нам платите столько же, сколько они, там, 300-350 тысяч долларов, евро в год. Мы вернемся. Они говорят, а мы не можем оплатить столько. Ну, тогда, значит, и мучайтесь. Но вся проблема стоит в том, что они же тоже скоро не смогут оплатить. И что тогда? Вспомните, да, после 11 сентября 2001 года все пассажирские перелеты на какое-то время стали неремитабельными. Риско упало количество пассажиров. Значит, вот сейчас их количество упадет в связи с тем, что у людей денег нет. Вот они упадут, скажем, в три раза. Значит, количество самолетов нужно будет, ну, условно говоря, в три раза меньше. Значит, дальше вы берете те, которые есть, их консервируете. Эти летают еще 10 лет, потом берете следующие еще 10 лет. То есть на 30 лет у вас было дело самолетов хватает. И все, и не будет у нас самолета строения. Нигде в мире. Мы в Китае, наверное. Ну, это... Авиационная промышленность наша ликвидировалась по этой же причине. Ну... 19 раз падение авиаперелетов у пассажиров. Да. И вот тому, что промышленность умерла. Ну, плюс импортное влияние. В чем состоит вся проблема? Что у нас... Модель новая? Как там было Чубайсу всех истерикам? Это новая модель, да? А люди старые. Ну, она будет новая. А люди старые. Никто не понимает, какой будет новая модель. Я пытаюсь там что-то говорить на эту тему, рассуждать еще что-то. Но интерес это не вызывает. Мы столкнулись с ситуацией, в которой все правила, которые мы привели за 25 лет, грубо говоря, сильно упрощенные правила западной либеральной модели. Они больше не работают. Ни на Западе, ни у нас. А есть люди, которые более... Это понимают. Есть люди, которые понимают это менее, так сказать, на уровне операционной зерновости. Но... Абсолютно очевидно, что сейчас будут очень сильны. И попытки вот... Вот это вот... Этой... Этой приватизационной элиты каким-то образом... Каким-то образом выиграть, они, соответственно, и продолжить, завершить свою победу, они для нее очень плохо закончатся. Что вы можете сказать про науку, вот в завершение, поскольку на канал научный, новая физика, новые технологии. То есть совершенно... То, что как кость в горле всей той линии, по которой вы говорите... Кому это надо? А кому это надо? Не, вы как экономист... Я говорю, кому это надо? Я как экономист. Ну, только 150 миллионов, которым не достался пиротизационный пирог. У них нет спроса, у них денег нет, поэтому они это не могут покупать. Если вдруг у них появятся деньги, им довольно быстро объясняют, что они должны покупать то, что принадлежит элите, а вовсе нет что-то там, какую-то там науку. Продолжение следует...